На волю сосвоенной профессии. Сегодня осужденные Казанской исправительной колонии номер 2 получили дипломы об окончании профучилища. Только в этом исправительном учреждении 250 выпускников по всей республике, полторы тысячи. Среди них будущие сварщики, формовщики, столяры и крановщики. Но при условии, что документы окажутся востребованными, ведь братьях на работу вне решеток не спешат. Первый у нас идет реле контроля. Хитросплетение кабелей и проводов они штурмовали несколько месяцев. За сплетением колючей проволоки наука электромонтера идет ускоренным курсом. За год в колонии осужденные успевают освоить одну, а то и две профессии. Наш герой, назовем его Рамиль, уже дипломированный крановщик, электромонтажник, оператор швейного оборудования и автослесарь. В дальнейшем хочу на сварщика отдать заявление, сварщику учиться. Еще срок позволять, как говорится, учиться, учиться и учиться. За ветом Ленина здесь следует больше 250 человек. Столько сегодня получили дипломы только тут. А вот по всей республике стало на полторы тысячи больше специалистов рабочих профессий. Востребованных, чего не скажешь о самих сотрудниках. Служба безопасности смотрит то, что человек судим неоднократно, по какой статье могут и не взять. У нас нет проблем для того, чтобы здесь, на нашем предприятии, трудоустроить. А вот проблема, когда они освобождаются, работодатель особо-то не идет на то, чтобы их принять на работу. Ссылка одна. Они ранее привлекались к уголовной ответственности. Хотя я считаю, среди них есть более квалифицированные рабочие, чем, допустим, даже, может быть, и, как говорят, на воле. Но уровень профмастерства им зачастую демонстрировать негде. Брать на работу оступившихся однажды готовы не все. Центр, который занимается социальной адаптацией осужденных, чаще выступает посредником между компаниями-работодателями и будущими сотрудниками. Это в сфере строительства. Очень много у нас выходит сельского хозяйства. Не хватает рабочих рук. Опять-таки, мы уже, получается, как колл-центр. Здесь мы не обязательно всех к себе трудоустраиваем, а некоторых просто перенаправляем в колхозы или, например, какие-то предприятия. В качестве еще одной меры в республике открылся первый центр принудительных работ. Днем трудятся в городе, ночь под присмотром сотрудников УФСИН. Так надеются, что переход в социум будет плавным. Ведь отсутствие работы и заработка часто толкает осужденных на повторные преступления, уверены специалисты.